Кто шагает дружно в ряд? Это детсадовский трудовой десант, который отправился сегодня на уборку территории своего любимого детского сада номер 68. Маша и Ванюша, Сережа и Кирюша, Ксюша и Анюта. Как приятно наблюдать, что именно эти маленькие брещане вносят свою лепту в уборку нашего города. А как же они стараются? Ведь работа поручна. Это очень важно. И кто знает, может в будущем кто-то из этих мальчишек и девчонок станет работником жилищно-коммунального хозяйства. Стараемся, чтобы чистенько было. Кто нагребет больше всех мусора, сейчас посмотрим, кто у нас победитель. У нас не только это как идет, как наблюдение. Наши воспитатели проводят с детьми трудовую деятельность. Это идет все в рамках годового плана. Эта работа планируется и проводится ежедневно на прогулках. Как вы могли заметить, наши дети выходят на участки с грабельками, с лопатками. Они тоже стараются привести в порядок свои небольшие маленькие участки. Ежегодно с приходом весны активизируются работы по наведению порядка на земле, на придомовых территориях и приусадебных участках, территориях организации предприятий, учреждений здравоохранения и учебных заведений. И эта задача не только местной власти, но и каждого из нас. Сегодня с энтузиазмом к уборке подключились работники детского сада номер 68 города Бреста. Наши учреждения ежегодно участвуют в месячнике по благоустройству и озеленению. Сотрудники, работники учреждения приводят в порядок газоны, цветники. Мы высаживаем, ежегодно идет обновление многолетних культур, высаживаем однолетники, идет высадка семян. Мы знаем, что наши усилия будут увидены и будут радовать не только наших воспитанников, родителей, но и гостей нашего учреждения. Сегодня работа кипела и на территории садика номер 20. Вооружившись граблями, мотыгами и секатором, сотрудники приступили к работе, которой было немало. Высадить цветы, прополоть клумбы, обрезать сухие ветви, кустарников и многое другое. Несмотря на объем работы, каждый занят своим делом, выполняя его быстро и качественно. Как итог, первые результаты работы уже видны. Наши сотрудники принимают активное участие в месячнике по благоустройству, наводят порядок на территории нашего учреждения. Объем работ большой проводится. Необходимо обрезать кустарники, обкопать деревья, подрыхлить почву под цветами. Необходимо починить надворное оборудование, высадить растения. Территория нашего учреждения достаточно большая, поэтому объем работ большой. И территория нашего сада поддерживается всегда в чистоте и в порядке, потому что дети должны приходить в уютную, комфортную обстановку, радовать глаз, чистота и порядок. И все, кто приходит на нашу территорию, должны чувствовать себя комфортно и любоваться нашей территорией. Активными темпами наводили порядок и на территории детского сада начальной школы номер 2. Сделать территорию еще уютнее – вполне разрешимая задача. Особенно удобно с ней справляться в период месячника по наведению порядка. Так считают участники экологической акции. Красота нашего города начинается с нас самих. И мы хотим, чтобы не только наш город был красивый Брест, но и наша территория, потому что здесь находятся и дети, и родители. Но это жители нашего города Бреста. Наше учреждение и наш коллектив принимают активное участие в месячнике по благоустройству и наведению порядка на земле. Вы видите, сколько людей вышло, с каким они энтузиазмом и радостью стараются сделать наш город красивее, чище. Весна – это не только время пробуждения природы, но и пора наведения чистоты и порядка. Потому работники детского сада начальной школы номер 2 на постоянной основе принимают участие в подобного рода мероприятиях и вносят свою лепту не только благоустройства своей территории, но и всеми любимого города Бреста. Для нашего коллектива это традиционное мероприятие, это необходимость, потому что эта деятельность направлена на уют в нашем втором доме, на месте нашей работы. Это способствует сплочению коллектива, укреплению психологического климата, потому что совместная работа на пользу, она всегда во благо не только, скажем так, душевному равновесию, но и микроклимату в коллективе. Я как председатель профсоюзной организации без труда, скажем так, собираю людей на это мероприятие, потому что его воспринимают как должное и с радостью помогают в благоустройстве нашей территории. Только общее стремление сделать город чище и комфортнее не только сплачивает брещан, но и помогает добиться нужного результата в благоустройстве.